Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты в соцсетях, и не забывайте жмать на колокольчик, чтобы вы увидели, что выходит новое на канале. Сегодня у нас в Zoom-студии мой друг, пастор, епископ, епископ Союза Росского Иея. Я думаю, что у многих сегодня в нашей стране, за рубежом, очень много вопросов, и хочется узнать, что это за союз такой РосХВЕ, Российский Объединённый Союз Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Представляю вам, епископ Ассоциации «Глобальная стратегия» Дмитра Благоева. Дмитрий, приветствую! Доброго дня! Очень рад видеть тебя, Альберт! Приветствую тебя тоже! Послушай, ну, я думаю, это хорошее начало для нас тоже, для канала, рассказывать о ведущих союзах нашей страны, евангельских, протестантских союзов. На канале у нас уже были разные люди, были и повославные, и католики, и протестанты тоже разные. Много лютеран было, других конфессий. Вот, сегодня очередь дошла до РосХВЕ, до союза одного из трёх, скажем так, пятидесятических союзов. И, насколько я помню, на последнем соборе, на голосовании принимало участие по голосам, судя, 600 с лишним человек с правом голоса. Это 600 с лишним, почти 700 церквей, которые зарегистрированы в союзе. Я прав? Ну, говорят, что в Миньюзке, что зарегистрировано в церкви за тысячу должно быть. Я этими цифрами точно не владею, учитываясь даже, что по опыту нашей ассоциации, у нас порядка половины церквей, они не зарегистрированы, они действуют как религиозные группы. Поэтому, вот, реальное количество церквей, конечно, существенно больше. Но, для этого достаточно крупный союз, да, речь идёт по всей видимости от тысячи церквей по всей России. Ну, понятно, что законодательство у нас такое предполагает и религиозные группы ещё, то есть без регистрации. Но они имеют право на существование, и они существуют, их очень много. Не только в этом союзе, во всех союзах. Дмитрий, скажи, ты по национальности болгарин? Ты из Болгарии? Совершенно правильно. Я родился, вырос в Болгарии, жил в Болгарии примерно до 15 лет. Вот это моя родина. Я зашёл в интернет поискать что-то на тебя. Ну, кроме сайта РосХВЕ ничего нет, в Википедию ты ещё не попал. Вот, в Википедии есть твой однофамилец, Димитар Благоев. И он, как бы, считается один из родоначальников марксизма в Болгарии. Это не твой родственник, далёкий прадед? Наверное, к радости. Нет, это не мой далёкий родственник. Вообще, у меня очень интересная история по поводу моего имени и фамилии. Дело в том, что вот фамилия моей семьи, моего отца, вообще-то Иванов, меня назвали, что в Болгарии делается редко, но такое бывает, меня назвали по именам двух моих дедушек. Дело в том, что одного дедушку зовут Димитром, а другого Благоев. И вот так я стал Димитром Благоевым. Хочется в этом видеть некий духовный смысл, потому что, мне кажется, фамилия Благоев гораздо, ну, правильнее, что ли, чем фамилия Иванов. Но Иванов – это типичная русская фамилия. И она тоже правильная и хорошая. Не спорю, не спорю. Но Благоев, мне кажется, лучше. Расскажи немножко... Дмитрий, расскажи немножко о своей семье. Я знаю, что ты оказался вот 15 лет в Москве, твой папа работал в болгарском посольстве, и ты с семьей переехал сюда. Но расскажи немножко о них. Нам интересна другая жизнь. Ты приехал к нам из занавеса, из нашего советского, конечно, но все же из другого. Ну, когда я приехал, уже, скажем так, занавес достаточно сильно шатался, тот железный занавес. Это были уже годы перестройки. Что касается моей семьи, я вышел из достаточно интересной семьи, на самом-то деле. Вот если посмотреть, вот, скажем, и бабушка с дедушкой, по линии моей мамы, то есть это вот родители моей мамы, они были активными участниками социалистической революции, которая произошла в Болгарии во время Второй мировой войны, когда вот как раз советские войска зашли в Болгарию. Они приветствовали их всю свою жизнь. Они были активными членами болгарской коммунистической партии. В общем-то, на этом поприще они как бы и работали. И вот были очень интересные и интересные люди. Вот если я их чем-то и запомнил, то, что это были люди, у которых был вот такой вот очень четкий стержень и очень четкое вот моральное понимание жизни. То есть вот если что-то они не делали никогда, они никогда не нашли на компромисс своей совести. Они всегда были при деле, они всегда, бабушка работала в комитете вот областном городе, где она жила, коммунистической партии. Но они особо каких-то успехов там не добились. Ну, я сейчас, наверное, будучи уже достаточно зрелым человеком, понимаю, что это скорее всего было. И из-за их позиций наверху как раз оказываются люди такие, знаете, вот приспособленцы с крепким стержнем медузы, крепким скриптом медузы, которые нутром чувствовали, куда дуют ветер, умели приспосабливаться под это дело. В общем-то, когда нужно было промолчать, молчали, когда нужно было подтакивать, подтакивали. Ну, вот такие люди как раз и оказывались наверху. Ну, что, вот бабушка с дебюской, чего они точно добились в жизни? Так это уважение своих близких, уважение своих друзей, нашего огромного, огромного уважения. Но еще если что-то я о них помню, это о том, как сильно они любили друг друга. По большому счету, вот семейным отношениям и семейной жизни, о том, какие они должны быть. Я, наверное, научился у них, просто глядя на их жизнь, как они жили друг для друга, как они ругались и ссорились, ну, мирились и внимали друг друга. Я все летал, проводил с ними в городе Ябл, где я родился. Вот это был настоящий образ, образ семейной жизни, они как раз и создали. И когда мой дедушка дошел в вечность, его было 74 года, если я не ошибаюсь, моя бабушка прожила одна, буквально еще полтора года после этого. Хотя она была достаточно молодой женщиной, она была 60, может быть, 5 лет. Вот на тот момент. Вот, но без него она не могла жить. И вот такой, кстати, какими были они, они воспитали и мою маму. Сейчас я понимаю, что она тоже прошла свой достаточно сложный путь. Было очень много предложений интересных. Она также была хорошо посажена в болгарском эстеблишменте. Но вот сейчас я понимаю, и она уже мне рассказывала, когда были всякого разного рода предложения, ну, надо было идти на определенные компромиссы. Вот она никогда не шла на компромиссы, всегда вежливо отказывалась, говорила, нет, спасибо, но, наверное, это как бы я не буду делать. Если я чему-то и научился у мамы, я научился не молчать, научился понимать, когда надо говорить и говорить. Для меня промолчать, когда нужно говорить, и не сказать, что ты на самом деле делаешь, думаешь, ну, это для трусов и для лицемеров. И я не хотел бы показаться в их числе. Так что для меня идти на компромисс с собственной совестью, вот это, ну, предать своих родственников, ничего более страшного нельзя сделать. А у папы была, кстати, достаточно простая семья. Простые служащие, ничем особо не примечательные. К сожалению, их семейную жизнь я не смог увидеть, потому что они разошлись достаточно рано. Они уже были в расходе, когда я родился. Но что я точно помню о них, что у моего бабушки и моей дедушки у них всегда было время на меня. Дедушка жил буквально в соседнем доме. Я все свое детство, в общем-то, чуть ли не каждый вечер бегал к нему. Он меня угощал вкусными печеньками, научил меня играть, не играть в нарты. Вот мы там вечерами напролет, когда родители где-то были там на работе, с ними вот нарты играли. Бабушка часто приходила в гости, тоже всегда в чем-нибудь вкусненьким. Я от них, вот что я почувствовал, почувствовал, это вот насколько важно уделять время и внимание людям. Папа никогда, он возраст похожий на них, никогда не был каким-то великим оратором, никогда не был каким-то выдающимся деятелем. Но что точно у него всегда было, у него было время на меня. Он когда что-то вот там затеивал, скажем, в гараже, мы что-то вечером с ним строгали, пилили, что-то делали, ковыряли, собирали, мастерили. Сейчас я вот понимаю, это все было вообще очень все пустарно, конечно, да? И делали многие вещи по принципу, а, и так сойдет. Но он никогда, он всегда меня брал с собой, никогда не отказывался, всегда дарил мне самое драгоценное, наверное, что он мог подарить. Это свое время, это свое внимание. И, кстати, вот если чем-то он меня научил, то он меня научил на горных лыжах кататься. Не знаю, ты катаешься на горных лыжах? Нет, ни разу я не катался. Вот, знаешь, вот горные лыжи, это чистый адреналин. Ничего вот похожего, ничего подобного, вот я не переживал в своей жизни. Я вот помню, вот как он меня учил, мне было 6 лет, тогда 6-7, вот я падал, вставал, катался, падал, вставал, катался, падал, целыми днями. Меня поднимал, снова ставил на лыжи, давай снова пробуй, давай снова пробуй, давай снова пробуй. Сейчас я понимаю, будучи сам горнолыжником, я бы, наверное, это не выдержал. Я сам хочу кататься. Но нет, он терпеливо, терпеливо со мной проводил время, дарил мне самое ценное, что можно подарить, из того, что у него было. Вот эти, наверное, вот мама и папа меня и сформировали, как мечты. С одной стороны, научили меня быть бескомпромиссным, а с другой стороны, мне показали, что, насколько важно внимание и время, которое мы уделяем людям, которые нам дороги. Слушай, как это похоже на наше советское воспитание? Вот ты о маме сказал, да? Потом о папе. И у папы такая молчаливая любовь, рядом с ним быть. Это так похоже? Возможно, это связано с той идеологической системой, в которой они сами росли. Я положу, что не стоит этому являться. Дмитрий, как они оказались в Москве, в посольстве, как папа получил эту должность работать там. А мой папа был инженер по образованию, инженер-химик, всегда работал всю жизнь, многие годы работал в организации, которая занималась поставкой оборудования в разные страны, бывшего советского лагеря, СЭФ, как называлась тогда организация. Ну, в общем-то, все его коллеги, это была часть их работы, что если ты там работаешь, рано или поздно какую-то часть времени ты будешь жить где-то за границей. В Чехословакии, в Польше, в Европе, в Советском Союзе, само собой. Он долгое время отпыкивался, потому что, видимо, не очень хотел покидать все страны и как-то срывать свою семью. Но, в конце концов, в общем-то, его и попросили приехать тогда в Советский Союз для того, чтобы работать в торг-предстве, собственно говоря, быть представителем этой компании в России. Он продавал здесь очень много. Кстати, я недавно был, когда бываю в Братске, я там немало раз бываю, там есть завод, который строит кирпичный завод. Вот, все оборудование этого кирпичного завода поставлял мой отец. В общем-то, он был главным связующим звеном. И многие дома, которые построены в Братске и в других местах Павеликутской области из этого кирпича, я смотрю, вот, папа всего этого добился. Вот так вот мы и оказались в Москве. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот для нас, советских людей, кто вышел из советского прошлого, ну, мы понимали, что за границей оказаться, неважно, даже в социалистических, как сказать, странах. Это было просто невозможно без какого-то сотрудничества с КГБ тогда. Как это было в Болгарии? Выпускали ли в тот же Советский Союз? Папа ничего не рассказывал? Не вербовали его? Ну, это все-таки не совсем болгарская история, вербовать, чтобы тебя отпустить за границу. Ведь Советский Союз тогда была, это как бы, вот, главная страна нашего лагеря. И, собственно говоря, вербовать тебя, чтобы отправить в Советский Союз, это немножко нонсенс, да? Ты как бы едешь в цитадель социалистического развития. Поэтому он никогда, по крайней мере, со мной не делился, что были такие ситуации. Мою маму постоянно окучивали на ее обучей работе, постоянно окучивали сотрудники, и это был, кстати, один из вопросов. Одна из вещей, которая не шла на компромисс. Но у них была, насколько я понимаю, своя задача, они хотели знать изнутри, что происходит в организациях, где она работала. А вот, одна из организаций, ну, больше всего она проработала там, наверное, это был как раз комитет, который отвечал за связи с болгарами, которые живут за границей. И, ну, такая напряженная идеологическая тема, я так понимаю, для этих людей. Но я так понимаю, что они хотели, чтобы она рассказывала изнутри, что там творится. Насколько понимаю, она никогда это не делала. Ну, вот, и особого роста не добилась в жизни. Большим начальником не стало. Но зато уважения моего добилось уже немало. Конечно, это несомненно. Когда дети любят и уважают своих родителей, это очень главное. Очень важно. Очень важно. Скажи, вот ты оказался в 15-летнем возрасте здесь, в Москве. Как все дальше получилось? Как ты уверовал? Что произошло с тобой? Вот у родителей коммунистов и сын такой непутевый, верующий стал. Да, кстати, вот долгое время приходилось с этим бороться. Да, в 15 лет я оказался в Москве, учился в 282-й школе, что прям рядом практически на Садовом кольце рядом с проспектом мира. Попал в достаточно хорошую школу. Знаешь, вот я когда уезжал из Болгарии, в моей жизни, наверное, произошло мое первое чудо. Что-то вот сверх-сверх естественное. Когда родители мне сказали, что мы переезжаем в Советский Союз, я им сказал, желаю вам успеха, я вам буду писать, я никуда не собираюсь. И буквально за ночь вот что-то внутри меня изменилось. Вдруг я лег в кровать и стал думать о всех тех замечательных вещах, которые меня ждут в Советском Союзе. На следующее утро я проснулся и сказал им, ну, все, я с вами еду. Они у меня, конечно, посмотрели, такие, ну, ты чудик. 15-летний подросток, что с него возьмешь? Вот. Но на самом деле мне понравилась Москва. Здесь достаточно быстро я обрел очень много друзей. И из вот нашей болгарской колонии, которая там многочисленной была, и ребят москвичей, с которыми мы жили. Поэтому вот эти два года, когда я школу оканчивал, они были очень насыщенные, очень интересные. Да? Дим, я спрошу тебя, вот что вот это было в 15 лет, что ты захотел в Советский Союз? Слушай тебя, я сам хочу в Советский Союз приехать. Что это было? Понимаешь, ты же становишься членом дипкорпуса. У тебя будет большая хорошая квартира, у тебя будет служебный автомобиль, у тебя будут специальные магазины, в которых ты будешь покупать продукты и все необходимое. Я же был подростком светским. Что мне могло? Вот ты, становишься частью какого-то такого эстеблишмента, элиты. Как ее звали в Советском Союзе? Номенклатура. Номенклатура. Наверное, меня привлекло то, что я был часть номенклатуры. Ну, и потом ты поступил куда-то? Да, я поступил в институт. Правда, мне сначала пришлось у себя на родине пару лет отслужить в болгарской армии. Пока я служил в болгарской армии, мои родители были здесь, в России, в Москве. Только я приехал учиться, в общем-то, началась вся эта комитетель. В Болгарии распался весь советский блок. Соответственно, папу обратно домой выписали. И вот я оказался один в Москве. Это было достаточно необычно. Поэтому из уютной квартиры мне пришлось переезжать в общежитие. Я поступил в Московский энергетический институт. Мне была по молодости очень интересна тема компьютерных технологий, информационных технологий, как сейчас их называют. Вот я и пошел учиться на информационных технологиях. Но правда, проучившись год, я понял, что это вообще не мое. Я потерял всяческий интерес. И, соответственно, где-то вот это был конец первого курса, на котором мы не сильно приучились, надо сказать. В основном там числились, в этом Московском энергетическом институте. Вот тогда в Москве прошел один из первых христианских фестивалей. Вот. Мои друзья меня перевели, я сам не хотел туда идти. Для меня вообще христианство, знаешь, вот было. Вот я каждый день шел мимо большого кафедрального собора в Цель-Бисофии. Значит, и школа моя была рядышком. Я смотрел на все это дело, что-то интересное. Один раз зашел туда, какое все темнота, лампады, вот. Какие-то люди в черном ходят, очень-очень унылые, грустные, прям как ты такие с бородами, в черном одеты. Я на все дело посмотрел, я подумал, это вообще не моя тема. Это вообще не я. Я молодой, динамичный, современный фит-коп, тогда он рэпом назывался, но да, вот мое понимание христианства это было что-то вообще вот такое древнее, скучное, занудное, короче, не я. И вот, когда меня друзья сходили, они в первый вечер на этот фестиваль, меня пригласили, ну, для меня христианство это, знаешь, что-то отсталое, старое, глупое, ненужное. я вообще не хотел идти, они меня практически силой притащили. И вот там я в первый раз, это было в Олимпийском комплексе, в первый раз услышал благую вести, в первый раз услышал, вот в нашей семье такие слова, как там, Бог, Христос, Библия, Церковь, это были самые последние слова, которые можно себе представить, что нужно услышать в нашей семье. Я впервые услышал о Божьей любви. Вот там вот Бог меня коснулся, прям вот в этот вечер. Я зашел туда, я был на 100% уверен, что я атеист, я произошел от обезьяны, я веду себя адекватно согласно своему происхождению, вот, и Бог просто растопил мое сердце в этот вечер, я, вот, за какие-то там полтора часа, которые я провел, я впервые в жизни молился, я вышел оттуда христианином. Это было весьма, весьма неординарное событие в моей жизни. Один вечер, который изменил твою жизнь, да? Да, это было именно так. Ты рассказал родителям, как они все восприняли? Ну, сначала они восприняли это как мое очередное чудачество, таких чудачеств было много, вот, ну, они как бы, ну, сходил и сходил, нормальная церковь какая-то там, ну, церковь, много церквей, вот, какие-то американцы, ну, подучат английский язык, потом что-то смотрят, я как бы, ну, они думали, там месяцок-другой там, перебеситься, да, так говорят. Ну, все что-то он как бы никак не отстает тогда. И когда я им сказал, что я собираюсь бросить институт для того, чтобы пойти учиться в библейский институт, они, конечно, просто выпали в полный осадок. Ты что, сынок? Ты что делаешь? Ты куда идешь? Это столько было силы и времени вложено, чтобы поступить в этот институт, какое-то на учебное заведение. Они меня вообще не поняли, напугались до смерти. Потом, в общем-то, я им все рассказываю, как у нас идут, они такие качают головой, ну, типа, ты когда там возьмешься за ум, когда ты, там, у тебя же жизнь, тебе надо получить профессию, все эти вот дела. Я им говорю, да нет, мама с папой, я хочу Господу служить. А они, я их напугал до смерти. Вот. И когда окончил институт, они уже были такие, не знали, что со мной делать. Вот. И отправился в Иваново. Отправился в Иваново на 4 дня. Как бы. И подзови здесь на 20 с лишним лет, 25 лет. И отправился сюда, когда вот приехал, здесь мы основали церковь, здесь я остался помогать в той команде служителей, которая основывала эту церковь. И с временем они, их мнение стало меняться о том, что происходит со мной. Да? Однажды было, они все равно говорили, что тебе надо образование получить, когда ты там делом займешься, когда женишься. Это был большой вопрос. Я женился в 33 года. Вот. Они долго ждали, внуков хотели. Вот. И, ну, был такой очень интересный, поворотный момент. Однажды я приехал к ним домой, их навестить, ну, к себе домой, наверное, да? Их навестить. И приехал наш, приехал наш друг, и он вот ту же самую, вот эту, вот ту же самую песню, только он ее в хард-рок стиле выполнял. А бросай все эти глупости, какая церковь, тебе надо деньги зарабатывать, смотри, вот это вот, дела. Вот. И прямо вот, давай, это все ерунда, бросай все эти дела. Американцы, классно, надо воспользоваться связями, уехать в Америку, там много денег, все эти вот дела. Мы сидим с мамой, его слушаем, а я молчу, я не знаю, что сказать. Вот. И моя мама говорит, слушай, Слушай, отстань от моего сына, а? Все он правильно делает. Я такой на нее посмотрел, это что моя мама сказала? И она начала его кантовать, вот этого нашего друга, цанка. Стала ему говорить, посмотри на твоих детей, им по 25 лет, они без тебя даже, там, не знаю, в туалет не могут сами сходить, все, их носишь на руках. Ну вот, и вот, а вот он смотри, говорит, уже сколько лет живет один, ни разу копейки денег не просил, нам деньги посылают, когда трудно. Ну вот, он уважаемый человеком, человеком становится, его люди любят, целят. Я был настолько впечатлен, я прям смотрел с большими глазами, неужто это моя мама говорит? И вот в этот момент все изменилось. Тогда я понял, что они стали осознавать, что с сыном произошло не что-то страшное, а возможно, что-то даже очень хорошее. Слушай, какое хорошее свидетельство. Люди должны, наши зрители должны увидеть и понять, что за нами многие наблюдают, в том числе и наши родные и близкие. Очень часто христиане говорят, что враги человеку домашние его. Это по Писанию. Но и наши домашние могут стать нашими друзьями, нашими защитниками, нашими близкими. Ну да, я не скажу, что я был совершенным сыном. Я много раз говорил им глупости, о которых жалею, сейчас что-то сказал. Но они терпели, и, знаешь, шло время. Шло время, и когда ты долгое время живешь так, как должен жить, поступаешь, как ты должен поступать. Вот, моя мама, я кажется, она больше всего оценила, потому что она видела, что вот во мне есть крепкий стержень, что у меня есть определенная идея, ради которой я живу. Ну, в своих пониманиях, как они это бы выразили. Я думаю, что она это оценила. Для нее это показалось важным и значимым. Скажи, как ты стал епископом в этой ассоциации? Это достаточно крупная ассоциация в Союзе. Ну да, у нас ассоциация глобальной стратегии, которой я служу. Сейчас это порядка 65 церквей, наверное, по всей России, от Калининграда и до Якутской Ичиты, наверное, вот самые восточные точки, где мы служим. Вот, служим где-то в 70 городах, у нас несколько центров реабилитации. А было дело так, я же, я приехал в Иваново, как я сказал, город, где сейчас я живу. Это город не видно, что традиция называется. Город Невеста, совершенно правильно, об этом мы чуть-чуть попозже скажем. Я приехал сюда, потому что меня пригласил один человек, когда я учился в Библиотеке институте, к нам приехал какой-то Марк, его зовут. и, значит, меня попросил наш директор ему помочь, и он хотел книжки купить для того, чтобы, значит, основывать церковь, чтобы была какая-то литература. Вот мы поехали с моим другом ему помогать выбирать книжки, загружать книжки. Оказалось, у Марка серьезное отношение к крышке, он целый камаз книжек купил. Вот, и он стал мне в это время как раз рассказывать, что вот, он сейчас живет в городе Кострома, и собирается переехать в какой-то город Иваново, и там будет основывать церковь. Я такой, ну, я же, конечно, Басквич, какой-то Иваново, вот, да, и вот, я его такой слушаю, как я говорю, он говорит мне, ну, слушай, ты надумаешь, приезжай, поможешь как-то, вот, и я такой, ага-га-га-га. Короче, купили мы эти книжки, загрузили от КамАЗ, уехал он себе в Иваново свое. Вот, но удивительным образом, он почему-то из моей головы не выходил. Вот, постоянно я об этом марке думал. И сказал нашему директору, вот, ну, свяжись с этим марком, скажи, что вот он меня приглашал, я вот приеду, приеду, помогу, там, ангелизация будет большая, фестиваль такой, христианский будет, да, я приеду, помогу. Ну, вот, я собрался, окончил институт, собрался, приехал. Вот, помню, поселили меня в гостинице здесь, турист называется, по сей день жива и здравствует. Должны были, на следующий день должна была приехать большая команда, проводила все эти мероприятия, а я, ну, склонил колени помолиться, и Господь мне сказал, ты слишком уж не собирайся, быстро не собирайся, ты здесь некоторое время побудешь. Он мне, правда, не сказал, что было 25 лет, я бы, наверное, сбежал. Вот, и вот я увидел, знаете, вот на моих глазах произошло чудо, когда мы вышли на улицы города, я это делал много и часто, но что-то особое происходило здесь, в городе Иваново. Мы разделились на 4 или 5 команд, по всему городу разошлись, поставили колонки, музыкальное оборудование, весь день свидетельствовали, рассказывали о Божьей любви, рассказывали людям о том, чему учит Библия, просто толпы людей собирались. Вечерами проходил этот фестиваль, как только мы открывали дверь, здесь самый большой зал, который есть, наш Дворец искусств, он буквально там за 10 минут забивался прям, а вот весь. Я смотрел на все это дело, когда людей приглашали, потому что отдать свою жизнь Богу, практически весь зал вставал на ноги на 4 дня. И воскресенье, когда первое воскресенье после этого подошло, на первое наше богослужение Ивановского христианского центра пришло, наверное, порядка 600 человек. Это для нас было вообще чудом. И я вот понял, что мне никуда не надо ехать, здесь так много можно и нужно делать. Вот так появилась наша церковь, Ивановский христианский центр. Таких церквей, подобно нашей, вот в это время, вот история нашей ассоциации, она в том, что приехало 25 команд из Соединенных Штатов в основном. И вот эти 25 команд основали 25 церквей за три года. И когда эти церкви были основаны, вот как бы многие из миссионеров, которые их основывали, они давали посвящение на два, на три года, что они побудут здесь, чтобы воспитать первое поколение служителей. Вот. Ну, наши первые руководители увидели, насколько важно, чтобы эти церкви пребывали в каком-то общении. Тогда не было вообще ничего вот в евангельском мире. Не было ни Росхавея, мы были одни. Тогда мы даже не знали, что есть Пятидесятический Союз. Они с нами, ну, традиционный, да? В то время он назывался традиционный Пятидесятический Союз. В то время они вообще не были рады нас видеть, я так понимаю. И вот так вот объединились эти первые 25 церквей, основанные миссионерами. Вот так появилась наша ассоциация. Некоторое время Марк, наш пастор здесь. Я первое время, когда только начали церковь, ну, занимался административной работой, паскал колонки, настраивал звук. Я вообще не разбираюсь в звуке. Как я его настраивал там, да? Потом мне, у нас появился библейский институт. В общем-то, мы стали воспитывать сами служителей наших первых. Тоже тогда не было ни библейских школ, ни институтов, ничего. Мы поняли, что нужно воспитывать следующее поколение служителей. Вот. И он вспомнил, что я сам выпускник библейского института, доверил мне там. Давай домашние задания будешь проверять и конспекты будешь печатать. Ну, вот я там годика два проверял домашние задания, печатал конспекты. Видимо, ему понравилось, как я проверяю домашние задания. Он говорит, а давай там будешь преподавать немного. Ну, вот я что-то там первый из своих курсов преподавал. Вот. А потом через сколько? Пять, наверное, это было. Он уже понял, что давай ты всей организационной работой будешь заниматься. Сделал меня исполнительным директором всего института. Да? Вот. Так что я достаточно долгое время в этом ракурсе служил. И, кстати, вот интересная вещь. Вот. Я никогда не был рукополагал, меня никогда не рукополагали на пасторское служение. Я был рукоположен на служение учителя. В этом плане как бы я не совсем пастор, Дмитрий, я учитель Дмитрия. Понятно. Звучит вообще ужасно, мне кажется. Ну вот так вот я вот то, что происходило в нашем городе. Потом марки избрали руководителями всей нашей ассоциации. На тот момент было уже около 30, может быть, 5 церквей. И он меня попросил помочь ему со всеми этим вот разбирать. Ну, административная в основном была работа, протоколы, встречи, заседания, вся эта вот работа. Ну, знаешь, что было интересно в тот момент? Я, не будучи старшим пастором, я постоянно стал соприкасаться со старшими пасторами. Постоянно видел, как они живут, чем они как бы живут. Я стал достаточно непрога понимать, на что похожа жизнь церквей, на что похожа жизнь их старших служителей, пасторей наших. Я стал очень высоко ценить их труд. Я понял, что это очень значимая, очень важная, достаточно неблагодарная работа. Люди, когда чаще всего, ну, не работа, наверное, это служение, труд, призвание. Люди чаще всего жалуются на тебя, и мало когда скажут тебе доброе слово, и очень любят благословят. Ну, и вот я старался им помогать, как мог. Кому-то компьютер починю, кому-то что-то преду, помогу с какими-то венгелизациями, но я очень стал ценить наших служителей, с которыми я трудился, причем плечу, для них я был всего-навсего другом. Но были некоторые люди, я вот и с этим пришлось не столкнуться, что, как бы их назвать, это были люди, которых еще на дух не переносила моя мама. чистые конформисты, значит, интерес превыше всего, вот, амбиции, главный мотив, мораль, нет, не слышали, что это такое. Вот, слава Богу, их в нашем братстве оказалось немного, и они достаточно быстро разошлись. А вот основная часть служителей, основная масса, масса – плохое слово, основная часть наших служителей оказалась людьми весьма искренними, самоотверженными. Я видел, как они искренне любят людей, ну, стараются им помочь. Они были очень разные. Некоторые из них были очень талантливыми людьми, с большим масштабным, как бы, мышлением, видением. Ну, как бы, у них что-то получалось побольше. Другие были достаточно простыми людьми, у них как бы, ну, так все хорошо, может быть, и получалось, но это все были люди с искренними сердцами. Это были люди с чистыми мотивами. Вот. И когда Марк уехал, уже к себе на родину, как и большинство наших миссионеров, он был одним из последних, которых оставался из наших отцов-основателей. Ну, вот. Оказалось так, что я тот человек, который лучше всего знает всю нашу ассоциацию, знает многих служителей. Меня сначала рукоположили на регионального служителя, вместе с Марком стал служить. А потом, когда он уехал, меня и избрали руководителями всего братства, президентом Ассоциации Глобальной Стратегии. Что, я считаю, для меня это огромное честь и огромное пределение. Я был самым молодым из всех наших старших служителей, посидоров, он называется, у нас называется. Вот. Ну, избрали меня, и я это почитаю вот за большую честь, за большую пределение. Дмитрий, я помню это время, 90-е годы, когда принимался новый закон о религии, мы его так называем. И после этого пришлось многим, вот, в том числе и таким союзам, мини-союзам, ассоциациям, которые тоже действовали по всей стране, объединяться. И вот большим объединением таким, как всегда говорят в РосХВЕ, это большой зонтик. Сегодня в РосХВЕ входит 30 ассоциаций, 30 глав таких же, как и ты. И я помню, как организовывалось это все, я знаю, ты тоже все помнишь, тоже ваша ассоциация была одна из первых, наверное, да? Сегодня мы все знаем, вот, пять основных того, что мы называем пазлами, помнишь, да, этот пазлик, который у всех, наверное, есть, дарят всем служители РосХВЕ, чтобы рассказать о себе. Который состоит из нескольких слов защита, координация, автономия, влияние, братство. И я, как и ты, знаю, что начиналось с малого и потом прибавлялось что-то. Давай поговорим вот о целях этого зонтика большого, как он основан, потому что никто не знает, что это, как это функционирует, как союз живет. Давай начнем вот с первой функции защита. Как осуществлялась защита? Получается или не получается? Вот сегодня очень много церквей, несмотря на то, что начальство церквей где-то занимает определенные позиции, в политическом, скажем так, поле нашей страны занимается. И в совете при президенте, это, конечно, политический орган, он в общественной палате, это общественная нагрузка у него. И не всегда получается защищать нашу церковь. Ты знаешь, сколько церквей сегодня страдают, сколько церквей сегодня закрыты, сколько проблем сегодня. Давай начнем с защиты. Почему это родилось? Ну, родилось это весьма и весьма с прагматичных мотивов. И когда союз только зарождался, ну, вот это был 97-й год, был принят новый тогда закон о свободе совести, который предписывал, что те организации, которые существуют в России менее 15 лет, вот, они не могут функционировать как юридические лица. Они все должны быть, вот, доказать, что у них есть 15-летняя история. Ну, на тот момент вот нашему братству, ну, сколько нам было, там, 5-6 лет, да, может, даже меньше. Понятно, что 15 лет. И понятно, что это делалось специально, и с определенной целью все принималось. И тогда возник вопрос как раз жизни и смерти для многих христианских движений, которые трудились в миссионерских организациях, которые трудились здесь, в России. Но были разные варианты, как поступить. Скажем, вот у нас на диване, в той квартире, в которой сейчас я живу, когда Марк не жил, ну, сидел личный руководитель, значит, пятидесятического союза. Тогда мы его называли традиционным, сейчас он проделал свой большой путь. И он нам предлагал, ну, давайте, вливайтесь к нам, вступайте к нам, и у нас есть свои 15 лет, мы можем доказать частью нашего союза. Вот, когда мы стали говорить о условиях, да, что это нужно сделать, он говорит, ну, как, все структуры, которые ваши есть, а у нас на тот момент была уже достаточно развитая структура, шесть регионов, старшие служители, определенные взаимосвязи, которые сложились между церквями, доверие определенное, люди знали друг друга. Ну, вот, говорит, ну, вот это все, как бы, вам придется, как бы, ну, разобрать, ну, и церкви просто ваши передать в нашу структуру, и они как бы будут частью нашей структуры, но зато будут живы. Ну, как говорится, заманчивое предложение с одной стороны, с другой стороны, вот я помню, Марк тогда говорил, знаете, братья, мы вас, мы, мы, мы вас любим, мы, вот, наверное, вы хорошие люди, но мы вас вообще не знаем. Вот первый раз у меня на диване, вот сейчас вы просите вот, ну, труд наш, который мы прикладывали там в течение там 5-6-7 лет, просто передать людям, которых мы вообще не знаем. Ну, это, этого нельзя сделать, потому что вы плохие люди, потому что, ну, так не выстраиваются духовные движения. Слушай, так интересно, это как вот 90-е в нашей стране, вот оно похоже, как в обществе, да, мы даем вам крышу, что-то подобное, да, но вы должны, ну, как бы, оставить часть ваших свобод, ваших отношений. Это вот как в мировке было. Наверное, и церковь это также затронуло, да? Наверное, я боюсь, я не хочу оценивать мотивы наших, дорогие братьев, мне хочется верить, что они имелись лучше, лучше, как мысли, желали нам искренне помочь, и у меня нет повода сомневаться в этом, но предложение было, они как бы действовали исходя из своего понимания, как нужно строить все. Вот, но это было не наше понимание. и вот тогда появилось, по сути дела, я даже не знаю, кто, кому это все было открыто Господом, как можно сделать подругу. Но на учредительном съезде Российского Объединенного Союза Христиан, Вера Ивановича, пятидесятников, у нас было семь подобных движений. Наши юристы, они нашли способ к одной из этих движений, оно было очень давно представлено в России, могло доказать, что функционирует не то, что 15, а там более 50 лет. И вот это объединение и стало такой нашей юридической крышей, нет, зонтик, правильное слово, юридическим зонтиком, который нас всех прикрыл. и вот на тот момент, вот первое слово, которое было важно, это, конечно, защита. Мы, по сути дела, пытались защититься от попытки государства, все то, о чем мы трудились многие годы, ну, как-то его прихлопнуть, что ли. Это было первое слово. Что объединило нас, что стало частью философии нашего объединения РосХВЕ, это второе слово, которое присутствует вот на этом твоем магнитике, это слово автономии. Мы все очень разные. Мы имеем разную историю, разные подходы, разные взгляды во многих вещах. Хотя нас объединяет, конечно, базовое понимание, мы 50-ники, мы верим в ключевые христианские доктрины, верим в силу Духа Святого. Но тем не менее наша философия служения достаточно сильно отличается, наша практика богослужебная тоже достаточно сильно отличается. И мы искали какой-то способ, как мы можем все это сохранить и одновременно с этим продолжить существовать. это легло, это стало одним из фундаментов нашего объединения, нашего братства, что мы позволяем вот этим духовным движением, на самом деле это определенные апостольские движения, функционировать согласно внутренним своим установлениям, двигаться согласно тому пониманию, которое у них сложилось. И одновременно с этим мы как бы увидели насколько важно вот третье слово, координация. Их на самом деле в самом начале было три, вот эти три слова. Первое защита, второе это автономия, третье это координация. Достаточно быстро мы обнаружили, что сами по себе, какие бы у нас не были даже большие церкви, а были уже и большие церкви, какие бы не были большие объединения церкви, но на общественном поле нас трудно отличить друг от друга, люди не понимают, что это такое, отдельно взятые мы ничто. Если у нас получается согласовать какие-то вещи, научиться какие-то вещи делать совместно, координировать свою деятельность, прежде всего это касалось конечно нашей деятельности в обществе. Вот, если мы научимся вот этому и начнем вот перед обществом, во вторую степень мы начнем выступать как некое единое целое, ну, это нам только поможет. Вот это была наша первоначальная философия. Помню наше первое правление нашего союза, я тогда ездил как переводчик Марка, значит, исполнительный директор потом нашего ассоциации, но главный вопрос был какого бы человеческий износ, условно говоря, там 10 тысяч или 15 тысяч, но об этом намного спорили, дискутировали, я не помню цифры, но условно говоря, вот да. Мы собирались для того, чтобы просто увидеть друг друга, договориться о том, сколько будем скидываться на офис и разбегаться и больше друг друга не видеть. Скажи, Альберт, разве сегодня много изменилось? Все те же разговоры, нужны деньги в союз, нужны офисы? Нет, нет, Альберт, на самом деле изменилось очень много. Да, разговоры про деньги никогда не кончаются, сколько ты лет женат, сколько были разговоры в семье 20 лет назад про деньги, сколько сейчас, другие нужды. Но, конечно, союз очень сильно изменился. С временем мы стали видеть друг друга, слышать друг друга, узнавать друг друга, стали выстраиваться даже дружеские отношения между многими. И вот эта дружба, стало появляться доверие. Сначала было очень много конфликтов, которые нас постоянно сталкивали. Эта церковь от вас ушла, к нам пришла, этого пастора вы сняли, мы сняли, его рукоположили. Вот этим и занимались без конца. Но потом эти все вопросы стали уступать, мы стали с большим и большим удовольствием встречаться, общаться, разговаривать. И вот у нас реально вот стало, стало, вот мы стали чувствовать друг друга, стали понимать друг друга и стали ценить друг друга. В этот же момент уже союз разрастался, уже не 7 ассоциаций, а 8, 10, 12, 15, сейчас уже 30. И, конечно же, за эти годы мы, работая совместно, проводя встречи всякого разного рода. Прежде всего, конечно, очень нас сильно объединили наши выезды, которые мы проводили для того, чтобы разрабатывать стратегию союза. Нас очень объединила наша совместная деятельность на соборах. Конечно, мы стали гораздо большей степени друзья, которые понимают друг друга, которые понимают, что у всех у нас есть свои странности и чудачества. Но мы стали ценить друг друга. А этого не было вначале. И поэтому я не удивляюсь, что на твоем магнитике вот в центре появилось какое слово? Ну, слово братство. Оно было самым последним. Сначала появилось слово влияние. Мы поняли, что только работая сообща, мы можем что-то реально добиться, каких-то изменений в обществе. Ну, или хотя бы нас, чтобы заметить. А уже некоторое время назад, наверное, это было два больших собора назад, мы все-таки увидели, что все-таки нас объединяет сердцевина нашего союза. Это то, что мы ощущаем себя как люди с общей целью, люди с общим призванием. Вот, и поэтому и поставили это слово братство в середине. Так что союз достаточно сильно изменился. Слава Богу. Скажи, с самого начала ты говорил об одном сильном движении ассоциации, которое сегодня прописано даже в уставе. Это Церковь Божия в России, да, национальным епископом, который сейчас является Павел Сергеевич Абашин из Орла. Правильно, эта ассоциация стояла как бы во главе всего, да. Но скажи, вот этот принцип автономии, он сегодня остается? Все-таки союз, насколько я понимаю, там две системы даже управления признаются в союзе РосКВЕ. Система епископальная, строгая, вертикаль, да, и когда конгрегация решает все вопросы, вы через выборы, через какие-то, это уважается в союзе, признается. Да, это остается и признается. Это правда. Между тем, каждая ассоциация имеет своего руководителя, своего епископа и имеет свое видение, духовную стратегию, как развиваться в России, как развиваться вовне России. Очень много миссионеров сегодня из нашего союза, да, они едут и трудятся в разных странах мира. Да, совершенно так. Я все-таки считаю, что, знаешь, происходят, мне кажется, двоякие процессы. с одной стороны, да, конечно, наши ассоциации продолжают функционировать как автономное содружество церквей. И я не вмешиваюсь в дела церкви божьей, насколько понимаю, слово жизнь не вмешивается в дела ассоциации харизма. Да, это правда. Но понимая, что в нашей стране все-таки есть определенная культура, такой, знаете, вертикаль власти она называется. Ну, эти процессы тоже имеют свое развитие. Я думаю, что мы стали гораздо более вертикально, вертикальной структурой, чем были 25 лет назад. Это точно. Не знаю, возможно, это неизбежно в чем-то. Надо просто попытаться разобраться в функциях, да, ведь такие разношерстые, понимаете, 30 содружеств церквей, каждый из них работает по всей России. Это же достаточно сложно управлять такой структурой. Поэтому есть определенные базовые ценности, которые, если не соблюдаются, ну, мы успешно будем развиваться и служить дальше. А если не нарушаются, я думаю, что вопрос автономии, это продолжает оставаться одним из ключевых вопросов. Если будет слишком сильное давление сверху на то, чтобы пытаться выставить некую такую духовную вертикаль власти, мне кажется, что, во-первых, это союз не пойдет на пользу, во-вторых, желающих остаться в такой структуре будет становится все меньше и меньше, я полагаю. это очень интересный твой взгляд. Но то, что я услышал сейчас у тебя еще, ты сказал в нашей стране, интересно, страна стала твоей, ты женился здесь, у тебя дети, ты сам не заметил сам, как произнес это слово в нашей стране, это наша страна. на самом деле Россия для меня стала второй моей родиной, я здесь живу практически постоянно с 15 лет, да, как ты сказал, моя супруга из России, у нас четверо детей, вот, думаю, что тот момент, вот те события, которые происходили в Москве, когда я пришел к Господу и уверовал, понимаешь, я уверовал в Москве, Россия стала для меня, ну, местом моего духовного рождения, и это не менее значимо, чем та страна, где ты родился, а, Россия, это наша страна, это моя страна, однозначно, это для меня такой, знаешь, само собой разумеющийся факт. Дмитрий, ты сказал, что ты был положен первый раз на учителя, я знаю, что ты еще получил несколько образований, первое, ты закончил что-то в Лондоне, пару слов скажи, что это? Ну, на самом деле, я закончил в России, это открытый университет, который Open University в Great Britain, вот откуда значит, про Лондон идет речь, это бизнес-школа, которая имеет свои филиалы здесь, и я туда пошел учиться уже в достаточно зрелом возрасте, мне было за 25 точно. Моя мама долгое время меня спрашивала, ты когда пойдешь в высшее образование поучать, я ей говорю, вот когда я пойму, на кого хочу учиться, и что я хочу знать, вот тогда пойду учиться. Вот, занимаясь организационной работой, она меня очень увлекла, на самом деле, показалась очень интересной, я поэтому-то и пошел учиться на менеджера по большому учению. Школа бизнеса, это менеджерское образование, это вопросы управления и руководства, они меня весьма заинтриговали. Так что, мое светское образование, да, оно в сфере управления, в сфере руководства находится. Я знаю, ты учился еще где-то в какой-то стране, и ты даже международным преподавателем там до сих пор числишься. Наверное, ты имеешь в виду институт Хигая. Институт Хигая, это удивительное учебное заведение, значит, я прошел обучение там примерно 15 лет назад, у нас тогда были две базы, наша главная база находится на Гавайских островах. В общем-то, институт Хигая, это учебное заведение, которое проводит что-то, что, наверное, можно сравнить вот с то, что часто у нас называют курсами повышения квалификации. Это удивительное место. Там собираются ну, такие группы по 25 человек, вот, мы набираем. Обычно это представители 16, 17, 18, даже до 20 стран. сугубо из того, что раньше называлось третьим миром. Это Азия, Африка, Латинская Америка. Сейчас многие из этих стран весьма и весьма развиты, являются настоящими двигателями развития. Так вот, туда мы приглашаем людей, которые были составляют в 60% это люди, которые, верующие люди, которые занимают какие-то лидерские позиции в обществе. Сейчас этот процент изменился, там, 10% мы обучаем служителей цепи. Это в основном светские люди. Когда я учился, была большая группа врачей, несколько директоров больниц. последний раз, когда я там уже преподавал, меня пригласили, после того, как я сам прошел обучение, меня пригласили, я стал преподавателем международного уровня. Раз в год езжу на нашу базу на Мауэй преподавать. Было очень много, скажем, сотрудников полиции. За одним из них сейчас я активно слежу, в особенности с тем, что происходит в США. Он из Филиппин. Потрясающие люди. Наша философия какая? Мы берем людей, у которых есть определенное положение в обществе, которое имеет влияние. Вот Джоэ Берселеса, о котором я говорю, у него в полицейском управлении он руководитель 500 полицейских, у него 500 человек работает. Он сам христианин. Мы берем подобных людей для того, чтобы, во-первых, их вдохновить и помочь им заниматься благовестием, учитывая и используя то влияние, которое мы не обладаем. Во-вторых, мы попытаемся им помочь разрабатывать свою личную стратегию благовестия. Что я буду делать для того, чтобы, имея то влияние, которое я имею, нести благую весть тем людям, с которым я служу. Вот Джоя, он потрясающая личность. Когда он вернулся, он стал в начале, когда у них планерка каждую неделю идет. Вот собираются эти 500 человек. Раньше он обращался с какими-то обычно словами о том, что как бы про закон, про то, как надо быть осторожными. А сейчас, после того, как он учился в институте, он в основном своим вот этим сотрудникам зачитывает небольшие проповеди. По сути дела, говоря, что то, что мы делаем, это наше служение обществу, разворачивая ракурс того, чем они занимаются. А потом он за всех молится. Он говорит, там самые разные люди, да, в Филиппинах, верующие, неверующие, разные конфессии, велигии. Он говорит, никто из сотрудников никогда не говорил, мне не надо за меня молиться. Потому что они понимают, что ты выходишь на улицу, и там непонятно, что тебя ждет. Вот это вот есть наши люди, которым мы пытаемся служить, которым мы пытаемся помочь для того, чтобы они стали благовестниками. Институт Хигай это миссионерская организация. Мы готовим миссионеров, только наши миссионеры это люди, которые живут в странах, где они живут, говорят на языке вот этой страны, знают ее культуру, потому что они сами представители этой культуры. И любят Христа, и желают скучить своему обществу. Дмитрий, очень интересный рассказ. Это как раз касается вот этого слова автономия. Когда вот ты, как руководитель, как епископ в своей ассоциации, но ты трудишься по всему миру, не только в России, и ты делаешь то, к чему призвал тебя Господь. Ты встречаешься с разными людьми, ты учишь их, ты показываешь им, как оставаться христианином там, где ты работаешь, там, где ты живешь, там, где у тебя бизнес или государственная служба, там, где ты занимаешься политикой или социальной работой. Спасибо тебе большое за такой интересный рассказ, за интервью, который ты сегодня дал нашему каналу. Спасибо за поддержку. В моих планах приглашать епископов из разных союзов, не только из РосХВЕ, чтобы рассказать о роли христиан, о роли протестантов в жизни нашей страны и не только в жизни нашей страны. Недавно от одного человека я услышал вызов для нас. Он сказал «У вас должна быть миссия работать со всеми». Я вижу подтверждение вот этого вызова в твоей жизни, что ты ответил на такой же вызов для тебя, что есть миссия влиять на людей, изменять их жизни, чтобы они изменили этот мир. Спасибо большое тебе, Дмитрий. Очень был рад с тобой провести эту беседу. Ты знаешь, что ты очень дорог нам и в наших молитвах. я знаю ситуацию, которая разворачивается в вашей церкви с эти сложности, с которыми вам приходится иметь дело уже 20 лет, вот эти судебные тяжбы. Но это, наверное, все-таки говорит о том, что РосКВЕ могло бы и лучше работать, что касается защиты верующих. Это то, с чего все начиналось. И, видимо, туда придется еще прикладывать немало усилий. Понятно, что мы сами живем в ситуации, в которой мы живем, и не все можно сделать. Но это не означает, что не надо стараться делать больше. Вот. И, дорогой епископ Альберт, мы и ценим тебя, и ты постоянно в наших молитвах, и ваша церковь, и желаем вам всяческого благополучия. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Напоминаю нашим зрителям, с вами был я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесным». Подписывайтесь, расширивайте, как молодежь говорит, в соцсетях. Мы запустили несколько исторических проектов, у нас очень много планов сегодня. Мы открыты для всех, приглашаем всех пастырей, епископов, разных протестантских, и не только динаминаций, к нам на канал. Приветствуем всех. Благослови вас Господь.